В первую очередь поздравляю Германа с победой. Мне понравилось, как мы играли первые 15 минут. Мы действительно играли по установке и придерживались плана игры. Но когда до конца матча остается 10 минут, ты не можешь позволять себе ошибаться, так как это делали мы и отрисовываем победу в сегодняшнем матче. Я соглашусь с тренером гостей. Минск вышел в первую очередь очень заряженный. Видно, были эмоционально сильнее нас, физически сильнее. Мы нигде не успевали. Хорошо, что в этот момент мы забили гол, но пропустили. Хорошо, что первый период закончился 1-1. После этого команда стала прибавлять. Второй период более-менее. Но, конечно, огорчает то, что у нас большинство хромает второй уже матч подряд. Мы не можем забить. Вот в этом надо работать. Ну и, конечно, я реверно сказал, что каждая следующая игра будет еще сложнее для нашей команды. Поэтому еще раз всех с победой. Бежимся дальше. Спасибо, коллеги. Есть возможность задать вопросы. С кого начнем? Роман, давайте с вас. Диктор Иванович, что с коллегами? Не знаю. Сейчас его повезли в больницу. Завтра будет. Ясно. Павел Вушняков, 1-й Клодороскворад. Вопрос к Крэгу Уткрофту. Крэг. Сегодня был капитаном Александр Павлович. Скажите, вы уже определились с ним на сезон с капитанской повязкой? Я. И вы... Да, мы уже решили. Александр будет нашим капитаном в сезоне. Он обладает всеми лидерскими качествами. Он был выбран как игроками, так и тренером. Он хороший человек и обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести команду с собой. Иван Голосов, Скотт-Экспресс. Моя вопрос к Вудкрофту. Что ты думаешь о Бен Скривене? И ты действительно удовлетворил игроков на гейм-эворд? Я не уверен. Я, честно говоря, не я выбрал лучший игроков на нашей команде. Я, на самом деле, в это время уже уходил с нашей скамейки. Но Бен сегодня сыграл хорошо. Я доволен тем, как он выступил. Конечно, он был вне игры некоторое время, потому что у нас команда тренеровась отдельно от сборной. У сборников были игровые. Игровой опыт. А Бен все-таки отсутствовал в игре. Конечно, сначала он волновался. Но я считаю, что он сделал несколько достаточно действительно хороших сейвов. И оставлял нас в игре в некоторых моментах. Вопрос к Вудкрофту. Скажите, пожалуйста, ожидали такого давления от Спартака в первые минуты матча? Да, конечно. Они хорошие команды. Нельзя сказать, что мы ожидали давления. Мы ожидали, что Спартак будет играть строго и быстро. Поэтому мы стали придерживаться нашего игрового плана. Мы ошиблись в нашей тактике. И поэтому мы позволили Спартаку забросить первую шайбу. Мы ожидали от них такой игры. Андрей Хасмур, который соединительный канал. Вопрос к главным тренером. Вы, наверное, в курсе, что сбоку Беларусь вот недавно такую неудачную олимпийскую квалификацию привела. Как считаете, это было в какой-то степени преимущество вашей команде в этом матче? Просто психологически. Здесь, в принципе, двояко было. И это, может быть, эмоционально. Они выплеснули. Вот как позавчера они играли. Но у них не все же играли. Видно было, что физически команда свежее нас была. Мы после двойного выезда были тяжелые игры. В Словане и в Брэд. И в девчаке со Слованами. Поэтому первый период мы как бы вхотели. И команда «Гинамминск» быстрее нас все принимала решение. Александр, пожалуйста. Юрий Михайлович, а как дела у Глазачева и Васильева? Васильев. Васильев просто не прошел сегодня в состав. А Глазачев еще у нас на листе, больничном листе. Он будет до 10-го числа, по-моему. А там уже будем смотреть с докторами. А Васильев уже не беру, уже его не проходит, да? Просто не устраивает вас? Нет, просто у нас идет ротация. Да, на данный момент тренерский штаб выбрал тех игроков, которые сегодня выходили. И, в принципе, сезон длинный. Все готовятся. Никаких не должно быть обид. Всем будет достаточно времени сыграть. Крейг, расскажите, пожалуйста, когда будет ожидать в строе травмированных Коробов на Терухина и Уштиненко? Дмитрий Коробов пока вне игры по медицинским показаниям. Мы действительно надеемся, что скоро у него с Содровым станет все в порядке. Он сможет присоединиться к команде на льду. Александр Матерухин и Никита Усенев – хорошие игроки, но, к сожалению, я не могу выпустить всех своих игроков на лед. Поэтому они остались вне игры сегодня. Но в следующем матче они, возможно, попадут в зарядку на матч. Продолжение следует...